Всем привет! С вами Роман Табаков, бренд-амбассадор проекта L-Spirits, и сегодня я расскажу вам о способах подачи водки. Первый способ, и, наверное, самый распространенный, самый близкий нашему человеку, это подача водки в рюмке. Такой способ в барах называется шот или залпом. И, наверное, это самый понятный для нас способ потребления водки, но у него есть ряд своих минусов. Во-первых, таким способом очень тяжело насладиться продуктом. Когда мы дегустируем водку, мы оцениваем такие характеристики, как мягкость или, наоборот, жесткость, спиртуозность, длина послевкусия. И очень сложно разобрать все эти вкусовые нюансы, пробуя именно таким способом. И оцениваем весь спектр органолептических показателей, начиная с прозрачности, ароматики, вкуса, длины послевкусия, в общем, по разным характеристикам. К сожалению, подача шотом или залпом – это очень быстрое употребление, и оно не позволяет полностью насладиться продуктом. Следующий вариант подачи водки – это On The Rocks или подача водки со льдом. И признайтесь, вам тоже наверняка больно смотреть, как в американских фильмах люди пьют водку со льдом. Однако такая подача имеет свои преимущества. Во-первых, когда вы наливаете крепкий алкоголь на лед, моментально выделяется вода. Это реакция химическая, она не термическая, просто спирт плавит лед и превращает его в воду. Соответственно, как только вы нальете водку на лед, она будет уже не 40 градусов, она уже будет меньше. Соответственно, такой напиток будет немножечко проще пить, чем вот пить чистую 40-градусную водку. Однажды у меня в гостях был знаменитый актер Джон Малкович, который, собственно, потреблял водку именно таким способом, с одной небольшой модификацией. Он просил добавить туда немножко сока лайма. Буквально 5-10 мл будет достаточно. Лед немножечко разбавляет водку. Лайм подкисляет и делает напиток более питким. И такая подача прекрасно подойдет, например, для жаркого летнего дня. Следующая подача – это водка с содовой. Эта традиция имеет определенные корни. Например, во Франции было принято разбавлять немножечко коньяк с содовой водой в жаркое время года. Таким образом, появились еще и скотчин сода, джин с содовой и водка с содовой. Точно такая же каноничная подача. Содовая в свое время стала очень модным коктейльным ингредиентом. Считается, что газированная вода усиливает вкус продукта, а пузырьки поднимают ароматику. И если вдруг подача водки с содовой для вас очень экстремальна, попробуйте подачу водки с тоником. Было время, когда водка стала замещать с собой джин в знаменитых джиновых коктейлях. И как раз водка тоник яркий тому пример. Водка тоник – это очень простой, понятный и легкий в приготовлении алкогольный лимонад. Но, пожалуй, самый аристократический способ употребления водки – это употребление в составе коктейля сухой мартини. Сухой мартини называют королем коктейлей. Три вопроса, которые должен знать бартендер, когда он готовит сухой мартини для своего гостя. Первый – это джин или водка? В нашем случае без вариантов, конечно же, водка. Второй вариант – шейком или стиром. Это означает сбить вам коктейль в шейкере, как любил Джеймс Бонд, или приготовить более деликатным способом, размешивая его в смесительном бокале. Мы выбрали второй. И третий вопрос – это цедра лимона или оливка? Olive or twist? Мой мартини всегда с цедрой лимона, но, тем не менее, оливки я бы тоже к нему подал. Пожалуйста, ваш сухой мартини. Вот эти пять простых способов помогут вам разнообразить ваш досуг и досуг ваших гостей. И, кроме того, мы сегодня рассказали вам how to drink vodka like a seer. Спасибо за субтитры Алексею.